Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Здравствуйте. Но мы перейдем к нашей основной теме. А это тема исследования, которая будет проводить в ближайшее время Центр медицинской профилактики. Чуть позже немножко предлагаем вам подождать, потому что вот только что с нами на связь вышла наш корреспондент, наша коллега Мария Кожевникова. Я думаю, что вы, наши слушатели, сегодня неоднократно уже слушали упоминания в новостях о всероссийской акции протеста или всероссийской стачке, как ее грузоперевозчики называют. Снова дальнобойщики вышли высказать свой протест повышением грядущей платы в рамках системы Платон. Кстати, Платон, тут никакого отношения к древнегреческому философу нет. Платон это плата за тонну, такое сокращение. Я напомню, что с ноября 2015 года грузоперевозчики, владельцы фур массой свыше 12 тонн должны оплачивать проезд по федеральным трассам. Ставка сейчас действует 1 рубль 53 копейки. Говорилось много о том, что вот-вот в ближайшее время оплата вырастет в два раза, до 3 рублей 6 копеек. Но буквально на днях правительство Российской Федерации приняло решение повысить тариф на 25%. И вот уже с середины апреля дальнобойщики будут платить по 1 рублю 91 копейки за километр. Как проходит сегодня акция протеста? Давайте сейчас поговорим. Мария, ты на связи? Да, да, Владимир. Добрый день. Добрый день. Хотим узнать, что сегодня происходит. Где ты сейчас вообще находишься? Потому что анонсировался советский тракт. Сейчас мы находимся... Алло? Да, мы слушаем, слушаем. Да, мы находимся сейчас уже в городе. Мы проехали колонной от советского тракта, от вывески Киров до Солнечной. До улицы Солнечной порядка 100 машин. 100 машин? Да, больших. Плюс очень много водителей на легковых машинах, которые тоже решили поддержать эту акцию. Много машин, которые ехали напротив, которые ехали по делам с грузом. Они разворачивались и вставали в нашу колонну. Вот сейчас все перевозчики едут к новому мосту. Там они остановят свои машины. И они будут басовать, не будут работать как минимум неделю. Может быть и больше, пока их не услышат. А главное требование – это полная отмена Платона. Потому что, как они говорят, скидка, которую сейчас дали, хотели увеличить в два раза. Увеличить только на 25%. Как они говорят, это кость, которую им просто бросает правительство. Чтобы они замолчали, чтобы они не проводили этих протестов. И не факт, что через три месяца не повысят снова на 25%, а потом снова и снова. Маш, ну мы, насколько понимаем, такая приличная колонна собралась. Вообще, как вы двигаетесь? Все-таки улицы нашего города не такие уж просторные. Не знаю, что сейчас происходит на дорогах по пути следования этой колонны. Движение затруднено или свободно, в общем-то? Движение, конечно, немножечко было замедлено. И, возможно, кому-то там из водителей пришлось сюда постоять, немножечко подождать. Но ехали исключительно по правой стороне, по правой полосе. Левая полоса была свободна. Поэтому, думаю, не очень было затруднено движение в городе. Но эта колонна до сих пор сейчас по городу движется. Сотрудники ДПС участвуют как-то в регулировке движения, да? Ведь акция согласована. Да, на протяжении всего пути сотрудники ДПС. Акция согласованная. Гороадминистрация разрешила этот автопробег. Какая-то внешняя атрибутика присутствует? Какие-то надписи на машинах, плакаты, баннеры есть? Да, надписи на машинах. Долой Платон, да. Но все плакаты были разрешены только от Советского тракта до Солнечной. А дальше все их попросили снять. Сотрудники ДПС попросили их снять. А поясни еще, пожалуйста. В начале акции был какой-то сбор водителей? Звучали какие-то речи? Было что-то? Нет, вечей не было. Митинг, как мне объяснили, не был согласован. Он согласован только автопробег. То есть перевозчики собрались, выстроились в колонну и начали движение в половину одиннадцатого. Они вот стартовали, первая машина от Советского тракта. То есть сели по машинам и поехали колонной. Да, вот сейчас, кстати, Владимир рядом со мной сидит Дмитрий Лысов. Он владелец компании, он частный предприниматель, индивидуальный предприниматель. И, в принципе, могу передать ему трубочку, он может рассказать о требованиях, которые выдвигают автоперевозчики. Давайте, конечно, мы пообщаемся. Дмитрий Лысов, индивидуальный предприниматель, владеет компанией как раз-таки по грузоперевозкам. Дмитрий, добрый день. Алло. Да, Дмитрий, добрый день. Добрый. Добрый. Вы в прямом эфире «Эхо». Нам хочется знать, какие требования вы сегодня выдвигаете, вы и ваши коллеги, в рамках сегодняшней акции. Ну, в первую очередь, конечно, как было сказано, это отмена Платона. Полная отмена, да? Да, потому что смысл там, сегодня действительно там на 25% поднимут, завтра еще на 25% и конца края не будет. А для нас это очень большое время. И так у нас нету никакой прибыли от этого вида деятельности. Одни расходы и убытки. Дороги, никто не верит, что они станут лучше после того, как будем мы эти деньги платить. Да, скажите, пожалуйста, вот хочется знать, у вас сколько автомобилей у вас в компании? У меня 4 автомобиля. 4 автомобиля, это масса более 12 тонн, и, собственно, за все эти автомобили надо платить, когда они едут по федеральным трассам. Да. Да, скажите, пожалуйста, много ли уходит у вас средств все-таки на то, чтобы оплачивать вот это движение по федеральным дорогам? Ваши затраты хочется просто знать. Сколько вы тратите на систему Платон? Ну, на данный момент мы ее игнорируем. А, то есть вы нелегал, как говорят, чиновники. И пока вот как бы пытаемся, насколько это возможно, не платить и пока это самое... Слушайте, ну там же штрафы предусмотрены. Вы штраф, что ли, платите? Да, приходили штрафы, платили штрафы, но принципиально еще не платим Платон. Потому что считаю, что это чисто коррупционная схема, частная компания собирает эти деньги, никого отчета, никто его не видит в стране. Как деньги, куда они уходят эти деньги, в какие-то самое государства, не государства, в дорожный фонд или еще куда-то. Все это шито белым и митким. Владимир, ну может дороги стали лучше после того, как Дмитрий Платон стали платить? Дмитрий, извините, да. Да, да, нет. Дороги как были, вы знаете, я понимаю так, что дороги эти все, по которым мы сейчас движемся, выстроены еще нашими дедами. А государство просто взяло и решило, что мы должны сейчас за эти дороги платить. Но никто их не переделывает, просто латает. Дальнобольщики Урала, по-моему, высказали такое мнение. Давайте мы будем за дороги платить, которые хорошие, а дороги плохие, пускай нам государство доплачет. То, что мы едем, мы ломаем свою технику, приходится нам в нее вкладываться. Но вы сделайте, если вы берете пример с запада, вы сначала выстроите эти дороги, а потом берите мзду. А скажите, Дмитрий, среди ваших коллег, среди знакомых других грузопереводчиков, есть все-таки те, кто платит, оплачивает проезд? Да. А сколько вам... Есть кто-то платит. А вам известно, сколько они-то тратят? Ну, тут несложно высчитать. Вот в среднем автомобиль грузовой проходит примерно 100 тысяч километров в год. В среднем. Ну и вот смотрите, вот то есть по федеральным дорогам, ну взять процентов 80. Это 80 тысяч. Можно вычитать. И умножить на... 80 тысяч километров примерно по федеральным дорогам идет, соответственно, сосчитайте, умножьте там на рубль 50. Так, давайте я как раз-таки открываю калькулятор, 80 процентов умножаю, то есть 80 тысяч умножаю на рубль 53, и получается 122 тысячи 400 рублей в год примерно, вот такая сумма. Да. То, что нам отменили, хотят отменить этот транспортный налог, он составляет, ну, порядка 30-40 тысяч рублей. Угу. 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 Вот и посчитайте... То есть замена неадекватная совершенно. Да. Важно еще уяснить и дать понять нашим слушателям еще раз. Речь-то о чем идет. Чем больше платит перевозчик, собственно, да, вот этот тариф, тем, собственно, удорожается стоимость перевоза, да, и увеличивается стоимость конечного товара. Так ведь все верно? Верно? Да, Медведев сам сказал, вы, ребята, закладываете эту стоимость платона в стоимость доставки товара. Ну, соответственно, мы просто пытаемся донести до народа то, что придется. Всегда же платит конечный потребитель. Все товары практически сто процентов перевозятся автотранспортом. Так или иначе. Либо это от портов, либо от ЖД, либо еще как-то где-то. То есть все равно это кровеносная система страны. Если дорожает доставка товара, то есть это все на прилавках отражается. Мы не начнем зарабатывать больше, но тратить мы будем больше. Соответственно, жизнь наша и так нелегкая, еще ухудшится. Ну, вы все-таки по итогам этой акции, она, напомню, всероссийская, надеетесь на то, что вас услышат, прислушаются, по крайней мере? Конечно, ради этого все и затеивается для того, чтобы государство нас услышало, чтобы обратили внимание, чтобы на проблемы наши обратили внимание. Помимо Платона еще много проблем в грузоперевозках и везде. То есть это и весовые, и штрафы непримерные там. Там много проблем, то есть чтобы вот все донести до этого, чтобы с нами какой-то диалог начался со стороны государства. Они просто взяли, вот решили сделать, сделали, а вот вы там мучились, как они... Вот тут стоит вспомнить, да, когда Платон вводился, и дальнобойщики так вот массово тоже заявили о своем недовольстве этой системой. В том числе, под нажимом этого недовольства, вот тот планирующийся, планировавшийся тариф в 3 рубля 6 копеек, он и был снижен вдвое. Так ведь было, да? Можно сказать, что это дальнобойщики добились. Да, мы связываем то, что действительно, может быть, нас услышали это, или что действительно сразу же... Там и штрафы планировались очень высокие, и все-таки штрафы понизили, и цену понизили с километра, но мы считаем все равно, что это неправильно, и пытаемся... Да, спасибо, спасибо, что вышли на связь. Дмитрий Лысов, индивидуальный предприниматель, у него компания по грузоперевозкам, и он сегодня участвует в акции протеста, которая проходит в том числе и в нашем городе. Спасибо нашему корреспонденту Марии Кожевниковой. Сегодня Маша по возвращению в редакцию сделает обязательно большой материал по тому, как проходила и проходит эта акция, и без 15.7, я думаю, вечером этот материал выйдет в эфир. Спасибо, у нас небольшая пауза, скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается наша передача. Итак, переходим к нашей основной теме, но основной она будет более продолжительной, видимо, по хронометражу. Еще раз напомню, что у нас в студии находится Ольга Малышева, начальник Центра медицинской профилактики, главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава регионального нашего. Поводом для нашей встречи явилась, собственно, публикация на сайте Медкиров, официальный портал регионального Министерства здравоохранения. В информации в этом говорится о том, что в марте-июне нынешнего года в областном центре будет проводиться исследование по изучению поведенческих факторов риска, влияющих на развитие хронических неинфекционных заболеваний. Заниматься это будет как раз-таки Центр медицинской профилактики. Мы хотим знать, о чем идет речь, как будет проводиться, на что это нацелено. И вот до начала передачи мы выяснили, что такое исследование, оно вообще не проводилось, или проводилось оно давно. В Кировской области я так понял, что вообще не проводилось. В Кировской области нет, не проводилось. В чем суть? В чем суть? Ну, вообще, не секрет, что на сегодня мы имеем эпидемию хронических неинфекционных заболеваний. И основной вклад в смертность нашего населения, как Российской Федерации, так и Кировской области, вносят именно хронические неинфекционные заболевания. Сердечно-сосудистые. Сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочный, сахарный диабет. И в основе этих серьезнейших заболеваний лежит единая группа факторов риска. Это основные 8 факторов риска. Артериальная гипертензия, гиперхолестерин, имея повышенный уровень холестерина, потребление табака, нерациональное питание, низкая физическая активность, ожирение, избыточное потребление алкоголя. Соответственно, если мы будем иметь информацию о распространенности данных факторов риска, а мониторинг именно нацелен на то, чтобы понять, насколько распространены данные факторы риска среди населения именно Кировской области. Если мы будем владеть этой информацией, мы можем грамотно планировать профилактические программы, а впоследствии оценивать результативность данных программ, эффективность данных программ. То есть это такой инструмент, который позволяет именно принимать правильные решения и оценивать эффективность действий. То есть, в принципе, вот это исследование, его итоги станут чем-то таким основополагающим для разработки последующих действий, да? Да. В медицине, вот так простым языком выражаясь. В профилактической работе, я понял, именно в профилактической работе. То есть куда нацелить потом главное направление профилактической работы? Да, да, да. С чем в первую очередь? То есть мы будем исследовать и распространенность именно поведенческих факторов риска. Мы сможем соотнести, то есть там будут вопросы именно по факторам риска, будут вопросы по, скажем так, истории развития таких заболеваний, как сердечно-содистая, ротариальная гипертензия. Мы спросим у нашего населения, скажем, о наличии у них гипертонии, там, сердечных проблем, повышенного уровня холестерина, сахара. И мы сможем соотнести, то есть, скажем так, программа анализирует, с какими факторами риска, с наличием каких факторов риска, вот чаще развиваются какие заболевания. То есть в одном регионе, скажем, наибольший вклад будет играть в ожирение, оно будет наиболее распространено, и с ним нужно бороться. В каком-то регионе, наоборот, допустим, очень много населения курит, и нужно в первую очередь сюда обратить внимание, и так далее. То есть это, скажем так, подсказывает... А где курят, еще и пьют зачастую, или наоборот. Да, либо алкоголь выходит на какой-то более высокий уровень. А там и сердечные проблемы следом. Ольга Геровина, а как физически это будет происходить? То есть как, вот, кого и как вы будете опрашивать? То есть уже инструментарий, да, непосредственно? Ну да, вот вы говорите, что будем задавать вопросы. Кому? Где? Ну, во-первых, да, самое основное, это сделать правильную выборку. Потому что, чтобы, опросив, скажем, тысячу человек, мы смогли эти данные экстраполировать на всю область. Но пока, скажем так, так как это впервые проводится, мы берем только город Киров, следующим шагом будет область. Но в этом году это будет именно город Киров. То есть случайным образом отобраны поликлиники. В этих случайно отобранных поликлиниках отобраны случайным образом участки методом генератора случайных чисел. И на этих участках случайным образом отобрано домохозяйство. Домохозяйство — это квартира. Это квартира. Квартира или частный дом. Да, и, соответственно, вот именно мы будем опрашивать... То есть вы будете приходить по адресам? Да, у нас есть интервьюеры. Конечно, мы возлагаем большую, скажем, надежду. То есть мы провели работу из учреждений, которые попали в данную выборку. И, конечно, это... А, то есть уже определены, да? Конечно, учреждения определены, выборки сделаны. Проведена вся предварительная работа, распечатаны все необходимые материалы, опросники. А давайте назовем, простите, Кировская клиническая больница номер 7. И Кировская городская больница номер 2. И клиника-диагностический центр. Клиника-диагностический центр. В его обслуживание входит много чего. У клиника-диагностического центра попало три поликлиники. На Вятске одна поликлиника. И седьмая клиническая больница — это уже одна поликлиника. В каждой поликлинике отобрано по четыре террористических участка. И на каждом участке 25. Тоже случайным методом? Случайным методом. Не подгадывали, где получше, где похуже. Нет, у нас все это запротоколировано, все генераторы сохранены, поэтому все это, скажем так, сделано. Чем качественнее сделана выборка, тем правдивее будут результаты, конечно же, и тем эффективнее будет проделанная работа. И мы провели работу и с интерьерами, те, которые будут заниматься. Да, у нас будут участковые медсестры приглашать население, и кабинеты медицинской профилактики, центры здоровья. То есть люди будут приходить к интервьюеру? Там два варианта есть работы, но в любом случае, так как включается инструмент STEPPS, подразумевает и опросник, когда человек отвечает на вопросы, и в то же время исследование сахара, крови, холестерина, антропометрические измерения роста, веса, обхват талии. То есть помимо рассказа еще и конкретное будет медицинское измерение проводиться? Да, поэтому измерение артериального давления. Поэтому, конечно, лучше подойти в удобное для пациента время, для опрашиваемого, для респондента, удобное для респондента время. И, соответственно, будут проведены и опросы, и измерения. Опрос возможен на дому, если удобно респонденту. Ну а для исследований, конечно, лучше подойти в поликлинику. Во-первых, это нужно делать строго натощак в утренние часы. И все это будет проведено без очереди. Респондент будет отведен в кабинет. То есть респондент вам пользу принесет, рассказав о себе, а вы ему заодно еще узнаете, что с ним происходит. Да, и мы... Так что взаимовыгодно получается. Перед тем, ну вот, меня больше интересует еще, как будут по домохозяйствам доходить специалисты. Предварительный обзвон какой-то будет? Ну, во-первых, участковая служба, она достаточно неплохо знает все участки. То есть большинство все-таки населения, более 50% известно, и с ними участковая служба общается. Если же, скажем, закономерно попадут и те домохозяйства, которые никогда не были в поликлинике, это нормально это будет. А их немало, кстати. Я, как минимум, лет 30 в поликлинике не буду. Как можно узнать интервьюера или вот тот, кто придет, что это специалист не просто с улицы, а специалист поликлиники, который действительно занимается вот этим исследованием? У него будут удостоверенные интервьюера. У нее? У него, у него, у него интервьюера. Просто мы сейчас заранее, что-то женщина должна прийти. Ну, скорее всего, женщина, конечно, у нас, большинство женщин. Будет удостоверение, поэтому, в принципе, я думаю, проблем возникнуть не должно. То есть если возникают... Можно позвонить в Центр медицинской профилактики, то есть на приглашениях у нас указаны наши контакты. У нас есть ссылка на сайт Министерства здравоохранения Кировской области, где тоже можно открыть, посмотреть, что это такое, что это не... Какие-то, скажем так, не мошенничества и не что иное, что это действительно серьезное исследование. Мы очень просим откликнуться население на это исследование, потому что оно действительно реально помогает улучшить оказание медицинской помощи. Анкетная часть, вот это как раз опрос, да? Что за вопросы? Вопросы, конечно же, и... Вопросы такие прямые, да? Курите, сколько курите там, или как-то это вот завуалировано все? Нет, ну, а как можно завуалировано спросить о табакокурении? Понятно, что курили ли вы когда-либо? Есть специалисты, которые умеют допросы проводить так, что человек не понимает даже, что ответил? Достаточно простые вопросы, то есть, когда будет обрабатываться анкета, все персональные данные, конечно же, не включаются, то есть там только будет номер. Мы будем спрашивать данные у пациента, но только для того, у респондента, только для того, чтобы выйти с ним на контакт и, скажем, что выборочные проверки в любом случае будут. Анонимность гарантируется? Анонимность в занесении данных полностью гарантируется. То есть, это врачебная тайна, да? Конечно, вот с программу, в аналитическую программу персональные данные заносить не будут. То есть, все данные будут обезличены? Да, обезличены. Интервьюер будет спрашивать имя, фамилию отчества, только для того, чтобы мы, как кураторы, могли проверить достоверность данных. Это делается всегда при любых исследованиях, выборочная проверка, она проводится. Что это было заполнено не медицинским работникам, а именно респондентам. Сколько нужно для репрезентативности, для респондентности, чтобы была репрезентативная выборка? В Кирове у нас отобрано около тысячи человек, получается. Должно откликнуться не менее 80%. 800 человек, да? 800 человек, и тогда мы будем говорить о том, что исследование состоялось. Ну, это уже такие социологические какие-то, да, тонкости, нюансы, правила, требования. Давайте на рекламу сейчас прервемся, небольшую паузу сделаем и скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Николай, мы тут с вами немножко накосячили, простите. Мы не забыли рассказать о нашем опросе. Мы не забыли, я как раз хотел начать с того, мы говорили о том, что будут у нас интервьюеры приходить, в том числе в домохозяйство. Поэтому спросили наши слушатели, вот насчет опросов, да, социологических, там, исследований на улице, которые проводятся, или также по квартирам ходят. Вот как люди к этому относятся, да, насколько честно и охотно они в этом участвуют, отвечают. И три варианта ответа. В вопросах, значит, или дома, я там участвую охотно, первый вариант ответа. Обычно отказываюсь участвовать, ну, как правило. Да, или третий вариант, не участвую принципиально. Вот, Володь, как у нас там люди называют? Не участвуют принципиально на сайте хакирова.ру 11%, далее по 44%, два варианта, соответственно, участвую охотно и обычно отказываюсь участвовать. То есть пока непонятно такое отношение в целом. Ну, на хакирова.ру, вернее, на нашей странице ВКонтакте лидирует вариант ответа участвую охотно. Ольга Герольдовна, ну, вы же знаете эту ситуацию, насколько открыты пациенты для общения. Ну, я могу рассказать по собственному опыту. То есть я участвовала сама вот интервьюером, это был 2005 год. Это случайно? Я попала в случайную выборку, но у нас проводилось исследование про распространенность артериальной гипертензии. То есть такое несколько частное исследование, не такое, может быть, объемное, как сейчас. У меня было 50 квартир. Я на своем участке ходила, честно говоря, я не столкнулась с каким-то вот негативом. То есть у меня все прошло достаточно гладко. То есть дверь перед носом не закрывали? Нет. Нет. У меня все получилось сделать достаточно быстро. Также провести опрос, измерить артериальное давление. Поэтому я очень надеюсь, что у нас тоже будет отклик населения. Но еще раз обращу внимание, что это крайне важно для того, чтобы определять дальнейшую тактику работы. Мы еще не поговорили о возрасте тех, кого вы собираетесь опросить, исследовать. Все-таки ведь, наверное, тут, может, я ошибаюсь, но как-то более молодое поколение тут важно, наверное, да? Его образ жизни. Мы используем опросник Steps. Что такое? Это опросник, на основании которого работают европейские страны. Российская Федерация проводила. Для чего важно работать по единому опроснику? Для того, чтобы возможность была сравнения данных. Иначе они будут просто несравнимы. И согласно этому опроснику мы берем выборку от 25 до 64 лет. То есть никакой группе предпочтение не отдается? От 25 до 64. Но, как правило, все равно при именно репрезентативной выборке будет примерно такое соразмерное соотношение. Возможно, будет женщин чуть-чуть больше, чем мужчин. У нас это больше. Да, но, тем не менее, все должно быть нормально. И, кстати, Владимир, дело в том, что молодые люди, они еще, собственно, не испытали в большинстве своем на себе пагубных последствий своих вредных привычек. А более возрастные, они как раз... Молодею заболеванится, не молодею. Нет, понятно, что все это начинается в молодом возрасте. Но как бы на этом меньше внимания обращаются. Ну, вот по нашим соцопросам, которые мы проводили, именно в возрастной категории 25-35 лет более 50% в принципе не знают ни своего артериального давления, ни уровня сахара, ни уровня холестерина. Поэтому, я думаю, это тоже будет интересно узнать, по крайней мере, узнать свои показатели. Да, их же измеряют. Ну да, то есть человек возьмет и узнает, что у него оказывается еще и повышенное давление. Я хотел просто сказать о том, что работающих людей как-то трудно обычно застать. У нас есть на этот счет несколько вариантов. Во-первых, приглашать мы будем в разное время. Это будет в том числе и вечерние обходы, либо это обзвоны. Ну, а подойти можно будет и, скажем так, утром, начиная с полвосьмого, семи утра. То есть варианты вот такие есть. И вариант работы сотрудников по субботам. По субботам. То есть выходной день у большинства. Да, когда будет уже понимание того, какой у нас объем вошел. Кто-то может, кто-то нет. И для работающих респондентов, конечно же, мы организуем субботнее время удобное. Потому что для нас это тоже крайне важно. А выездное общение, оно как-то обсуждалось, планировалось когда? Киров, я думаю, что здесь не особо это актуально. Почему? Ну, это, скажем так, не районы. Когда будут районы, тогда, понятно, мы будем планировать и выездную работу, и командировочные моменты и прочее. Здесь мы в любое время можем подъехать, поэтому здесь не те расстояния, чтобы... Нет, я имел в виду, может быть, конкретному работодателю на конкретное предприятие может нам проехать и приехать. Вот еще раз говорю, репрезентативная выборка не предполагает работу с предприятиями. Там идет специфический, скажем так, специфический коллектив, у которого могут быть именно свои. То есть, опросив предприятие, мы узнаем распространенность факторов риска на данном предприятии. На данном предприятии. Мы не сможем экстраполировать это на Кирове. Вы, в принципе, можете это сделать, да? На базе предприятия провести это. По заказу работодателя можем сделать. А вы, кстати, диспансеризация уже проходит постоянно, и тоже люди приходят, людей следуют, и какая-то картинка возникает, то есть такого-то плана. Ну, вот при проведении диспансеризации, к сожалению, факторы риска выявляются. Мы, скажем так, владеем этими цифрами, но они не совсем соответствуют эпид-мониторингу, который проводился в Российской Федерации. Возможно, фактор того, что все равно, скажем, у нас ведь не стопроцентный охват, да, то есть мы упускаем категорию системы МВД. Они диспансеризацию у нас не проходят. У нас не проходит диспансеризацию госслужащие, у них тоже своя диспансеризация, они могут выскальзать. То есть мы охватываем не все категории, опять-таки, вот более действенным методом получается именно эпид-мониторинг, куда может попасть любой гражданин. То есть сотрудник МВД может попасть в вашу сеть? Конечно, конечно. Может попасть, ясно. Вы ранее упомянули о том, что есть какая-то программа, да, то есть это программный продукт, куда, собственно, вводиться все эти данные будут, и, собственно, вот этот интеллект искусственный, так же, он будет, собственно, результаты эти выдавать. А результаты вот этого исследования уже такие обезличенные, они станут как-то вот... Достоянием общественности, конечно. То есть люди смогут прочитать, какая картинка у нас в городе, да? Ну, конечно. Там какие показатели, в том числе проценты будут, да, Ники? Ну, это распространенность табака, курение, да, распространенность артериальной гипертензии, повыше на уровне холестерина, низкая физическая активность, неграционального питания, что не доедает в нашей семье. То есть всякие факторы риска, которые были вычислены сегодня, да? И вот когда станут известны эти результаты, а станут известны они, так, если в марте-июне анкетирование, то там какой-то... К концу года, наверное, уже. К концу года. К концу года, то есть. К концу года. Мы планируем, что при удачном стечении вот всех обстоятельств, которые мы просчитали, что все идет по запланированному графику, то к концу года результаты должны быть уже обсчитаны и предоставлены. Они куда эти данные пойдут? Вообще это все делается как Министерство здравоохранения. Я думаю, что в Кировской области что-то... Ну, Москву, естественно, они тоже получают все эти данные. И, естественно, это представление идет и в правительство, и до уровня губернатора. То есть все планированные мероприятия, все это будет доложено. То есть вы уже на основании этих вот цифр, которые будут получены, вы начнете работу по планированию мероприятий, которые нужно будет проводить в дальнейшем уже. То есть, возможно, вполне какая-то корректировка, изменения. Понятно. Если цифры покажут, существующие какие-то программы, методики. Видимо, что-то менять придется, да? Да, то есть мы будем видеть, на что в первую очередь необходимо, скажем, и человеческие, и медицинские, и материальные ресурсы направлять, чтобы исправить ситуацию. В общем-то, вот эта работа, она во всем цивилизованном мире проводится, да? Да. Проводится давно. Сейчас мы эту систему, собственно, пытаемся здесь опробовать и испытать. А, кстати, о результатах таких исследований в других странах, в других регионах вам известно? Они вот действительно имеют такую большую ценность и меняются в итоге? Ну, конечно, очень много примеров. Например, та же Финляндия, да, в которой смертность была крайне высока, но на основании и эпид-мониторинга, и дальнейших профилактических мероприятий, это и страны Европы, и США, профилактические программы привели к снижению смертности от сердечно-судистых заболеваний у двух до четырех раз. В разы, в разы снизилась смертность. Конечно, это ни за год, ни за два профилактические мероприятия, если мы говорим о публиционной стратегии, действия, скажем так, от пяти, десяти, пятнадцати лет. Но, тем не менее, эффективность их крайне высока, когда они направлены с правильное русло и с правильной силой. И, собственно, вот это все станет достоянием скоро и, собственно, у нас, да? Министерство, руководство нашего Минздрава одобряет эту деятельность, да? Конечно, конечно. Понимает, поддерживает, важность, естественно. Вам какую-то помощь, какую-то, не знаю, консультацию кто-то будет оказывать в проведении этого исследования? Какой-то куратор, возможно, у нас, научно-исследовательский институт профилактической медицины в Москве, именно они провели обучение специалистов в марте, и они предоставят программный продукт. Дополнительных каких-то расходов потребуется на проведение этой работы? Ну, город Киров, это все проще, то есть мы укладываемся в рамках текущей деятельности, у нас все получается, районы посмотрим. Ну, а районы у вас есть как-то в планах, когда это будет проводиться? Я думаю, что в ближайшее время это должно быть проведено. Пока еще точных никаких цифр нет, да? Может быть, в следующем году, может быть, через год. Может быть, ну, дело в том, что эти, видимо, конечно, финансирование для районов важно, потому что если в Кирове все-таки это транспортная доступность и все проще, с районами будет чуть-чуть посложнее. Поэтому мы посмотрим, как у нас вот сработает Киров, какие мы получим результаты, ну и, конечно, будем планировать, если районы, то финансовая помощь нам потребуется. В районах тоже нужно будет определенное время года выбирать, это тоже у нас влияет на доступность? Время года вообще влияет на мониторинг, потому что, например, если мониторинг проводится в летнее время, то потребление фруктов и овощей закономерно возрастает, потому что они вырастают на огороде. А если мы проводим в удачное время, это весна, когда, в принципе, ну, такое... Пока еще не мертвые, то... То есть мы получим хорошие результаты, я надеюсь на это. То есть адекватные. Адекватные результаты. Интересно вообще, конечно. Ну, любопытно будет, конечно, почитать. Да, вот те результаты, которые появляются. То есть специализация в Афганасском районе оказалась, что большинство людей страдает именно, в первую очередь, ожирением. Мне вот интересно, что они с этим делать будут? Вот вообще ожирение действительно мы догоняем. Что-то мне интересно, с точки зрения профилактики, вот как можно профилактировать ожирение? Ну, если мы говорим вообще о профилактических мероприятиях, то делятся три стратегии. Да, это популяционная стратегия, где, конечно же, медики играют роль, но она не всеобъемлющая. То есть это создание еще и условий. То есть если человек хочет поддерживать вес, то он должен иметь возможность куда-то пойти в фитнес-клуб, заниматься. Он должен иметь возможность покупать здоровые продукты, чтобы это было доступнее. То есть здесь мы работаем совместно со всеми ведомственными системами и организациями. Также должен иметь заинтересованность работодатель. Потому что работодатель должен быть заинтересован в здоровых сотрудниках. Соответственно, если он будет стимулировать и поощрять здоровых сотрудников посещениями, опять-таки, каких-то спортивных секций, фитнес-клубов, повышать физическую активность. Вот здесь должна работать вся наша система. Тогда мы сможем. Кстати, была замечательная не так давно инициатива, чтобы работодатели обязать оплачивать занятия спортом своим сотрудникам. Есть что-то в этой идее. Как-то работодатели не особо хорошо отнеслись. Они вообще не любят с деньгами расставаться. Истекает время нашей беседы. Мы поговорили о том исследовании. Оно уже проводится или вот-вот уже начнется? Все организационные мероприятия проведены. А сам вопрос вот-вот начнется? Да, буквально с апреля точно начинается уже. А апреля уже не за горами. Благодарим Ольгу Малышеву, начальник Центра медицинской профилактики, главного неизвестного специалиста по профилактической медицине, регионального министерства здравоохранения. Завершается на этом мужской понедельник. Николай Голиков. И Владимир Смитарев. Я не прощаюсь, кстати. До встречи в особом мнении через 20 минут. Надеюсь, что до пятницы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин